Всем привет! Я сейчас читаю книгу под названием «Квантовый войн» и хотела узнать, что такого в фильме «Интерстеллар», что все считают его таким легендарным и иконичным, и что такого в этой... Короче, меня заинтересовало, почему все считают «Интерстеллар» легендарным фильмом. И я поняла почему. Потому что он реально легендарный, и всем советую посмотреть, если вы этого ещё не сделали. Потому что эта книга и этот фильм, они просто созданы друг для друга, и я хочу провести параллель. В фильме «Интерстеллар» главная идея — это то, что любовь, она может проходить вообще все пространства, все измерения. Она просто самая главная. В книге «Квантовый войн» говорится о том, что квантовая физика и вообще весь наш мир, он устроен так, что с любого... Я, например, могу, находясь в этой точке, взаимодействовать, например, с точкой другой галактики, которая находится в будущем. Ну, это, конечно, сложно понять, но квантовая физика устроена так, что... Во-первых, я думаю, вы все знаете, что нет настоящего будущего и прошлого, и есть только сейчас. Мы можем взаимодействовать с любой точкой вообще этого пространства, потому что квант устроен так, что ему как бы пространство на временной континуум не помеха. Вообще, сам автор, он говорил о том, что он начал фокусироваться на изобилии, и, если честно, когда... Я давно-давно начала читать эту книгу, просто забросила, потому что мне было неинтересно, потому что мне казалось, что всю информацию, которая там есть, она жутко скучная, потому что я уже тысячу миллионов раз слышала одно и то же. И для меня там не было абсолютно ничего нового. Но так как Саша Биллеер возвела её вообще на педестал всех книг, которые она читала, и для меня это, типа, ну, для меня это, типа, очень странно, потому что я бы не поставила её на педестал. Но из-за того, что она поставила её на педестал, я такая, ну, ладно, я её дочитаю, потому что there has to be something if she, like, puts it on a pedestal, you know? Like, there has to be something, you know? И, в общем, я её отложила. Вообще, я давно очень заметила, что вообще в мире, если так посмотреть, то всё, что, like, нас окружает, просто миллиарды, триллиарды, секстиллиарды долларов, и везде нас окружает изобилие вообще всего. Изобилие воздуха людей, зданий, деревьев, техники, вообще всего, всего просто в изобилии. И когда я была в Алма-Ате, я помню, я прям смотрела вокруг, и вокруг меня были такие дорогие машины, и я такая думала, кем работают эти люди, что они могут позволить себе такие машины? Я поняла, что реальное изобилие окружает меня повсюду, и, в принципе, я всегда знала это. Он фокусировался на изобилии, и потом он сказал, изобилие постучалось в мою дверь, и он написал свою самую просто знаменитую книгу «Посознание может всё», которая, наверное, во всех книжных магазинах можно найти, я не знаю, книжного магазина, где нельзя найти эту книгу. И для меня очень странно, что такие книги, как «Цветок жизни», «Друнула» Мельхидесика, не такие популярные, как такие книги, как «Посознание может всё». Для меня это реальная загадка, и я не понимаю, почему так происходит, потому что та книга, она в тысячу раз интереснее, чем «Посознание может всё». Он просто был на расхват на всех этих тренингах, он говорил о том, что есть вот эта энергическая паутина, и мы все взаимосвязаны, и то, что есть когерентность, и то, что сознание управляет всей этой паутиной, то, что сознание создаёт реальность. Ну, в общем, я думаю, что все сейчас, находясь в информационном поле, это сейчас очень популярно, и Деррика набирает обороты, это очень хорошо, я очень этому рада, потому что... Ну, пора, пора бы уже, знаете, пора. Я начала читать, мне кажется, будет офигенная книга, которая называется «Тайны мёртвых». Мне кажется, она будет очень интересна, потому что это ченнелинг, всё, как я люблю, я обожаю книги про ченнелинг, связанные с ченнелингом, и эта книга тоже про ченнелинг. Короче, моя тема, знаете, я прям, я прям в последний год, я не читаю вообще ничего, кроме вот таких тем, потому что, я не знаю, это так интересно, потому что вот психологии, отношения мне вообще неинтересны, то есть мне вообще вот это неинтересно. Если раньше я там могла читать там «Семь навыков высокоэффективных людей» и там что-то там правило, после этой книги я поняла, никогда больше не читать книги про отношения. Потому что меня от них тошнит, если честно. И я поняла, что моя стезя и моя вообще тема — это именно вот ченнелинг, там, инопланетяне, там, история, как всё развивалось, история вселенной, что-то такое, знаете, отлетевшее. И знаете, почему меня триггерит Кристина Игеазарова? Это потому что она, типа, разделяет на приземлённых и отлетевших. Она так, ну, знаете, мне она, короче, это абсолютно другая тема, но мне кажется, что вот есть настоящие люди, которые вот прям эзотерики-эзотерики. А есть такие, как Кристина Игеазарова, они вот про запуски, про риосы, про деньги, про то, что схапать много денег. То есть они не про реальную эзотерику. Мне кажется, Кристина Игеазарова — это просто идеальный пример того, когда человек не про реальную эзотерику. Потому что я знаю человека, который про реальную эзотерику, и я вижу настолько чётко эту разницу. В общем, да. Смотрите фильм «Энтерстерлер» и тот момент, когда он попадает в это пятое измерение. Блин, это было так гениально просто. И это было ещё в каком? В 2013 году, я не знаю. Это было просто гениально. Это показывает, что нет ни прошлого, ни... Что прошлое, настоящее и будущее, они все как бы... Короче, это сложно объяснить, потому что даже моему уму сложно понять, как это возможно. Но это возможно. Мы можем взаимодействовать, находясь сейчас со своим будущим, например, версией себя. И типа ченнелить будущую версию. Я не знаю, когда пытаешься это объяснить, мне реально сложно, потому что ты сам полностью не понимаешь, как это работает, но ты знаешь, что это работает, потому что ты видишь доказательства вообще везде. Потому что все начинают об этом говорить, и все об этом пишут. И даже посмотрев фильм «Энтерстерл», ты понимаешь, что ты можешь отправлять сообщение себе будущему или себе прошлому. Понимаешь, да? И вот эта любовь, которая создала вот этот вот... Ой... Вот этот коридор. Это просто такая магия, и мы реально живем в магии. Просто нам кажется, что все настолько такое, типа... Что все настолько просто, и нет никакой магии, и что мир им правят законы физики, но на самом деле мир им правят законы квантовой физики. И в своей школе я мечтаю учить не физику, а квантовую физику, не геометрию, а сакральную геометрию. Не математику, а нумерологию. То есть брать вот эти все дисциплины и превращать их в волшебные дисциплины. То есть они же намного интереснее. Мне всегда было скучно в школе, потому что мне более интересно вот такая вот волшебная, магическая сторона жизни, о которой не учат в школе. И, например, не чтение, а вот чтение именно такой литературы, скорочтение, быстрый счет. Я как раз вчера об этом писала, планировала, и, не знаю, я прям... Я вот... Все эти изображения, они в моей голове, и я прям знаю, что мне вот туда нужно, потому что I was just like born to do it, you know. Я чувствую, что это мое предназначение. В общем, спасибо всем за просмотр, всем пока.